Церковь, возьмите фанализацию, давайте вместе это будем делать. Аминь. У вас столько энтузиазма. Для меня не настолько важно поехать в Этиопию. Но в этом месте мы опустошили город. Потому что люди услышали слухи, о чем Иисус Христос делает. Эта маленькая девочка, она никогда не ходила. И у меня девочка, ей 6 лет, я думал за нее. И я подумал, что Бог делает в жизни этого ребенка. Она никогда не могла похлопать, потому что ее руки, они были заблокированы. Но Иисус, Он коснулся ее. И мы увидели столько разных вещей. Присоединитесь к этому служению. Теперь давайте откроем Слово Божие. В Луке, 7 глава, Мы будем мечтать об Иоанне Крестителе. В стих 18. Вы знаете, вы говорите, что Иоанн Крестителе знал его бизнес? Вы верите, что Иоанн Крестителе знал свое служение? Верите ли вы, что Он был призван быть этим странным человеком в пустыне? Кто из вас хочет пойти в пустыню проповедовать Слово Божие? Кто хочет быть призван кушать эти странные животные и насекомые? Кто хочет одеваться в красивую одежду? Кто хочет иметь это служение? Поднимите, пожалуйста, вашу руку. Вы можете поехать в Техас. Серьезно. Бывает, служение Богу не выглядит, как самая прекрасная вещь в жизни. Снаружи. Это так выглядит, смотря снаружи. Но, может, то служение это притечи к тому, что придет. Служение Иисуса Христа. И я буду говорить об этом в божении скоро. Но Иоанн Креститель, он говорил, царюшему надо покаяться. Вы знаете, когда вы начинаете проповедовать против греха, у вас будут проблемы. И не от грешников, но от тех людей, которые во власти. И этот человек, вы знаете, он, что это было? Девушка-в-голоса или что-то? Я забыл. И эта девушка, она танцевала. И ему это так понравилось. И он сказал, что он даст ей все, что она желает. Это еще другая проповедь. Он пообещал, и девушка сказала, я хочу голову Иоанна Крестителя. И он должен был исполнить Своё обещание. И Иоанн Креститель знал, что произойдет с Своей головой. И что-то нашло на Него. Вы знаете, когда смерть находит на вас. Вы знаете, что ваша жизнь сейчас прекратится. Вещи, они становятся очень серьезными. Когда у нас хорошая жизнь, и все хорошо, мы не думаем о смерти. Мы бывает даже забываем Бога. И даже молодежь бывает, забываете Бога. Вы думаете, все будет хорошо. Но мы должны напоминать себя, что происходит. И это, где Иоанн Креститель получил информацию. И Иоанн Креститель получил эту информацию. И он вот должен умереть. И он начал себя спрашивать. Сделал я правильное? Я не видел чудеса в моем служении. Но исполнял я это правильно? Может быть, некоторые из нас спрашивают вопрос. Сделал ли я достаточно? Сделал ли я работу Божью? И он повторял этот вопрос. И он хотел сказать Иисусу, Ты ли тот, кто должен был прийти? Ты ли Мессия? Или мы должны ждать другого? Представляете, он говорит этот вопрос. Он крестил. Иоанн Креститель, он крестил Иисуса. Он знал столько об Иисусе. Он слышал слухи об Иисусе Христе. Но он все равно поставил этот вопрос. И двадцатый стих. Библия так говорит. Когда человек пришел к Иисусу, они сказали, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who is to come or should we expect somebody else? И это очень интересно. И до того, как мы дойдем до ответа, как мы можем увидеть и выяснить Церковь Божию? Может быть, вам не понравится, что я сейчас скажу? Мне все равно. Я евангелист. Я ухожу. Пастырь, он остается. Но серьезно. Сейчас сильно много церквей, которые просто хотят себя чувствовать хорошо. Когда пасты проповедуют и щекочат уши людей. Но это не Божья церковь. Это не говорить вам то, что вы хотите слышать. Это надо сказать вам то, что вы должны услышать. Слово Божие. Что Бог сказал в Его Церкви. Что Бог хочет сделать в Его Церкви. Есть столько церквей сегодня, потому что они хотят быть принятыми обществом. Они не следуют Слову Божьему. Они начинают менять Библию, так как им подходит. Это начало падения. Это теплая церковь. Которые начинают делать свои вещи, кроме того, что Бог сказал. Может быть, церковь, она большая, но если Дух Святой, Его там нет, я не хочу быть в том клубе. Я хочу быть в той церкви, которая живет по Слову Божьему, которая исполнена Духом Святом, которая простирает свою руку к тем, которые не достижены. Люди, которые не оказываются сказать, извините, мне так жалко вас, но вы идете в ад. Не просто люди с Африки, но здесь, в Сакраменто. Люди идут в ад. Потому что они не познакомились с Иисусом Христом. И мы им должны сказать. Но мы должны понять, какое служение Иисуса Христа. Он хороший просто учитель. Иисус, Он пришел просто осветить вас. Что у вас была эта прекрасная жизнь, и вы жили без ошибок. Нет. Это какая-то часть. Но Библия говорит, что Иисус сказал, идите и проповедуйте Слово. Проповедуйте, что Царство Божие пришло. И что Он сделал дальше? Он сказал, идите в вашу церковь и наслаждайтесь жизнью. Просто расслабьтесь. Нет. Он сказал, идите и исцеляйте больных. И поднимайте прокаженных. И поднимайте мертвых. И проповедуйте силу. Вы читаете такую же Библию, как и я? Вы не отвечаете мне, потому что вы слушаете, или потому что вы злые? Хорошо. Спасибо. В 21 стих. Послушайте. Вот что Иисус сделал. И потом Он сказал, скажите то, что вы слышали и видели. Что вы слышали и видели. Это ответ, который Иисус дает тому человеку, который при смерти. Слепые зрят. И хромые они ходят. Аллилуйя. Это Царство Божие. Что хромые в Сакраментое, они ходят. У вас столько энергии, да благословит вас Господь. Вам нужно приезжать в Африку и научиться, как славить Бога. Вы сейчас ведете себя, как люди со Швецией. Те от проказа исцеляются. И глухие они слышат. И мертвые воскрешаются. И благая весть, она проповедана для бедных. Какая благая весть? Что Царство Божие является их ним. Вы знаете, много бедных людей в Америке, потому что они не достаивают денег заплатить медицинские комиссии. Я слышу, что люди, они подают на банкротство, потому что они не могут заплатить госпиталю. Многие люди, они беднее, потому что у них нет достаточно денег исцелить болезни в их теле. И бедные люди, которые нет денег. И услышать то слово, что кто-то заботится о них. Это напоминает мне столько встреч, которые у меня были в Украине. Вы забываете, забываем, какая жизнь там. Я встречался с женщинами, у которых перед ними стоит выбор, купить ингредиенты на борщ и заплатить за медицину, за лекарства. И он знает, что только один может помочь. И только через Иисуса они могут получить помощь. То есть, когда они слышат, что кто-то молится о больных, и они приходят с такой верой и жаждой. И вы думаете, они получают исцеление? Да. Бог исцеляет их, чтобы они могли себе делать борщ каждый день. Аминь. Это церковь, которая говорит Аллилуйя и Аминь. Давайте. Вы Ассамблея Божьей. Вам нужно два слова использовать очень часто. Аминь. И Аллилуйя. И иногда даже слава Богу. Слава Богу. Вот как родилась Пейзиадическая церковь. От прикосновения Духа Святого. Церковь была так наполнена Духом Святым, что больные они были истрелены. Церковь, которая получила крещение Духом Святым. Люди говорили на новых языках. Это Пятидесятница. Церковь Пятидесятников — это не тихая церковь мира. Это должна быть та церковь, которая проповедует миру. Аминь. Я спустился сюда, потому что я евангелист. И я вылавливаю тех потерянных. Вы не потерянные. Хотя я не знаю. Я не знаю, где ваше сердце с Богом. Но Иисус, Он говорил правду. Он говорит, это Царство Божие. Это ответ. Что церковь, у них были чудеса и знамения. Мне все равно, вам нравится это или нет. Или из какой церкви вы приехали. Если в церкви есть чудеса и знамения, в моей Библии читаю, я вижу, что что-то произошло. Что исцеление — это не все. Скажите это больному. Скажите это тому, у кого боль. Ваша болезнь — это не так важно. Тогда почему мы так часто ходим к врачам? Почему мы платим страховку, что мы почти бедные уже? Потому что мы хотим быть здоровыми. Не знаете ли, что Бог хочет это в Своей церкви? Он хочет это больше, чем вы желаете. И если у вас нет желания получить исцеление, все нормально. Пусть те люди, которые больные, придут. Верите ли вы, что всем грехи должны быть прощены? Они, вы уверены в этом? Вы уверены, что все должны покаяться в своих грехах? А достаточно ли вы покаялись? Не отвечайте «да» на этот вопрос. Сегодняшняя церковь, когда я вижу ее по всему миру, мне так грустно в моем сердце, что люди, они чувствуют себя так комфортабельно, у них хорошая жизнь и комфортабельная жизнь, как христианин. И в моем сердце я хочу рвать. Меня так жутко знают, что меня хочется вырвать. Когда как в Библии Откровение написано. Написано к теплой церкви. Вы забыли первую любовь. Вы забыли первую любовь. Сегодня мы просто теплые. Просто тепленькие. Я хочу изрыгнуть вас из своего рта. Иисус это сказал. Это церковь сегодня. И мы должны это изменить. Мы должны вернуться к любви Христовой. Мы должны любить Иисуса, потому что Он деляется все. Мы должны любить Иисуса больше, чем любим своих женок. И женок. И мы должны любить Иисуса больше, чем любим своего мужа. Почему? Потому что есть всегда испытания в церкви. Вещи не случаются так, как мы хотим. Но если мы сфокусируемся на Иисусе Христе, мы никогда не проиграем. Но когда церковь теряет фокус на тем, кто является Христос. Потому что Он тот человек, который делал чудеса и знания. Это тот, который дает Духа Святого. И если мы теряем этот фокус, мы теряем то, что самое главное. Какие две заповеди? Какие две самые главные заповеди? Любить Бога. Превыше всего. Своим Духом, Душой и Телом. Это все о Боге. А следующее. Мы помогаем людям. Любить их ближнего. Как себя. Вы знаете, что это такое? Когда мы сфокусируемся на Иисусе. Когда церковь, она постоянна за Иисусом. Когда все мероприятия, они вокруг Иисуса. Тогда Дух Святой приходит. Потому что Дух Святой всегда над Иисусом. Нет, нет над вашими мероприятиями. Извините меня. Не просите Бога, чтобы Он благословил ваши мероприятия. Вы благословляете Божьи мероприятия в своей жизни. Есть большая разница здесь. Я слышал одну историю. Это как сегодняшняя церковь, если бы они стояли перед Черным морем. Вы знаете, что Моисе сделал. Но вы знаете, что сегодняшняя церковь скажет? Ой, как сложно! Давайте построим мост. Чтобы пойти на другую сторону моря. Смысл в том, что мы думаем, что у нас все получится без Бога. И без того, что работу, которую Он хочет сделать. Это так не работает. Без Духа Святого. Вы мертвы. Без Духа Святого у вас нет никакой благодати. Без работы Духа Святого вы пусты. Но с Духом Святым. О, халлуйя! Миракос can happen. Чудеса, они происходят. Люди, они могут быть спасены. Люди могут каяться. И почувствовать Бога опять. Традиция может меняться. Только из-за присутствия Духа Святого. И когда вы видите, насколько важно, чтобы молодые люди и взрослые люди получались церкви. Тогда вы хотите сделать все возможное, чтобы эта церковь существовала. И церковь Иисуса, она должна вернуться к тому, когда Иисус служил. Та большая церковь, которая растет в Африке. Они все пятидесятники харизматов. Где они всегда говорят о Духе Святого. Они всегда молятся за больные. И люди, они получают исцеление. Те, которые хромые, они ходят. И всякие опухоли исцеляются. Я помню одну женщину. Столько свидетельств. Это было в семинаре, может быть, 2000 людей. И зал был полный. И платформа была заполнена больными людьми. И я проповедовала. И было тепло, прямо как здесь. Я в Швеции, мне очень жарко везде. И женщина вдруг начинает делать что-то, что только эфиопианно. Она начала делать что-то со своим языком. И очень громко. Я сказала, кто меня перебивает? Не перебивайте проповедника. И я повернулся назад. И я пытался ее успокоить. Но она не успокаивалась. Она продолжала это делать. И я привел переводчика, он мне рассказал эту историю. Она говорит, у меня была опухоль здесь. И вдруг опухоль, она исчезла. И смотрите, вот шкурка, там, где была эта опухоль, вот она висит. Просто опухоль, она исчезла, исчезла во имя Иисуса Христа. Конечно же, она не могла молчать. Аминь. Это сила Божья. Когда я начну молиться за больных до этого, мое время закончилось. Но я хочу вдохновить вас сегодня. Вы хотите быть вдохновленными? Помните, это все об Иисусе. Когда мы летели в Индию, когда у нас была там имигелизация, я спросил Бога. Боже, дай мне что-то сложное. Знаете, что Бог сделал? Он ответил мне молитву. Это опасно молиться. Потому что Бог, Он слышит наши молитвы. На третий день этой имигелизации, Один лидер попросил меня спуститься со сцены. Потому что если вы уйдете с платформы в Индии, потому что вы не ложите руки на людей, потому что не возлагаете, потому что вся слава Иисусу идет. Но я почувствую, что это очень важно. Он не сказал о чем. И я спустился. И там где-то было 10 тысяч человек. И я подошел в одно место. И я думал, может, это кто-то с болью в спине. Но когда я увидел этого человека, я увидел, что он парализован. Его жена пришла с бочкой. И деревянная бочка. И он был индус. И я подошел к нему и спросил о нем. И его жена сказала, что он хочет получить исцеление. И где-то 500 человек смотрели на нас. Если бы 500 человек на вас смотрели и не пристали, вы бы немножко чувствовали смущение. Да? Спасибо. Мне, я чувствовала смущение. У меня есть великая вера в Бога. Но когда вы видите, вы немножко начинаете нервничать. И я тоже. Это, кстати говоря, классно быть русским. Молиться громко. И я подошел к нему. И когда мы начали молиться, я сказал, Бог, пусть это произойдет сейчас. Пусть твое чудо произойдет. И потом я сказал, во имя Иисуса Христа, я повеливаю тебя ходить. И потом я взял его за руки. Он не был тяжелый. И я его поднял. И я его поставил на его ноги. И в тот момент, столько проходило через мой разум. Что если, что если, что если не случится? Он в воздухе, а я сомневаюсь. Но я говорю, во имя Иисуса Христа, ходи. И я его поставил на его ноги. И когда его ноги соприкоснули, он закричал. И я думаю, что я неправильно сделал. Наверное, у него раньше чувства там не было. Это знак, что он получает исцеление. И это была правда. И он стоял на своих ногах. И постепенно мы с ним начали ходить. Потому что Бог исцелил этого парализованного человека. Это мой Иисус. Я не знаю, если это ваш Иисус. Но это Иисус, о котором я проповедую. Ай-яй-яй. Аминь. Аминь. Верьте в этого Иисуса. Молодцы, не верьте в церковь, верьте в Иисуса. И верьте в Иисуса, который в церкви. Аминь. Давайте начнем с заслужения Иисуса опять. Ведем назад силу Божьей в Сакраменто. И силу Сакраменто в мир. Сейчас я даю вам вызов. Я хочу вас потрясти. Потрясти вас в вашей вере. Не чувствуете себя комфортабельно. Всегда живите в Иисусе Христов. Потому что есть один человек там. Кто должен услышать Слово Божие. Кто должен быть исцелен. Кто должен быть восстановлен. Кто должен быть изменен. Есть столько семей там, где нет отца. Они нуждаются в нас. И столько семей, которые разрушены. Это где церковь, она должна исцелять. Давайте будем тем человеком. Давайте будем церковь, которая достигает тех, которые недостижены. Помогайте тем служениям, которые идут в Китае или в другие страны. Соединитесь с теми людьми, которые помогают вашему народу с вашей страны. Давайте встанем опять. Я возьму некоторое время. И я хочу, чтобы вы быстро отвечали, чтобы мы закончили. Там, где вы стоите. Я не знаю, откуда вы пришли. Я не знаю, если вы знаете Иисуса лично. Но если вы здесь, и вы не знаете Христа. Если вы не возрождены христиане. Если вы не отдали свою жизнь Иисусу Христу. Сейчас я вам спрашиваю. Дайте свою жизнь Иисусу Христу. И давайте склоним наши головы. И те, кто никогда не каялись и не посвящались своей жизни Иисусу Христу. Пожалуйста, поднимите ваши руки. Если вы здесь, и вы тот человек, который никогда не просил Иисуса прийти в вашу жизнь. Пожалуйста, поднимите вашу руку во имя Иисуса Христа сейчас. Сейчас, во имя Иисуса. Где бы вы ни были. Сейчас, во имя Иисуса. Действительно, я благодарю тебя за то, что ты делаешь. А те из вас, которые вы знаете, что вы отошли от Бога. Может, не физически, но в вашем сердце. Вы знаете, что я проповедовал к вашему сердцу. И вы хотите посвятить себя к Иисусу Христу. Я даю вам вызов. Давайте склоним наши головы. И ответьте Иисусу Христу, подняв вашу руку. Это посвящение между вами и Богом. Просто поднимите вашу руку. Никто за вас не думает. Просто поднимите вашу руку к Иисусу Христу. И скажите, Иисус, я посвящаю себя тебе. Я не хочу жить, жизнь у человека. Я хочу жить мою жизнь для тебя, Иисус Христ. Для тебя, Иисус Христу, поднимите свою руку. Это ваше посвящение. Что вы хотите быть с Иисусом Христом. Иисус Христу, поднимите вашу руку. Иисус Христу, поднимите вашу руку. Если вы хотите, чтобы Бог прикоснулся к вашему телу. Пожалуйста, всем, кто хочет быть исцелен сейчас, приходите сюда, приходите наперед. И будьте здесь впереди. Я не буду возлагать руки, но я хочу, чтобы вы были присутствием Духа Святого. Если вы хотите, чтобы Дух Святой прикоснулся к вам. Есть присутствие здесь, Божье. Есть исцеляющее присутствие здесь. Иисус Христу, поднимите вашу руку. Приходите, приходите. Ожидайте, что Иисус, Он коснется вас сейчас. Не ожидайте, что Он прикоснется к вам. Сейчас, во имя Иисуса. Сейчас, во имя Иисуса. Приходите, Дух Святой. Некоторые из вас почувствуют силу Божию сейчас. Какая бы нужда не была в вашем теле или в вашей душе. Добро пожаловать, Дух Святой. Прикасайся к ним сейчас. Вот оно, Иисус и Духа Святого. Сейчас, во имя Иисуса. Приходите, 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 приходите. touching somebody right now in the body be healed in the name of Jesus I command the pain to go now right now in the name of Jesus I speak to the pain to leave right now I command the pain to leave right now by the power of Jesus Christ everything that is broke to be healed by the power of Jesus Christ I command it to be healed right now come Holy Spirit raise your hand and receive from Jesus Christ drink of Jesus Christ drink 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 life удачи в твоем святом присутствии дают горы горы греша горы проблем горы беды неудачи в твоем святом присутствии дают горы вложите свою руку на грудь сейчас на грудь будет исцелена во имя Иисуса Христа уйдет всякая воля освобождено исцеление мне сейчас мне хорошо с тобой мое мне хорошо придет исцеление когда придет в это тело мне хорошо исцеление во имя Иисуса Христа мне хорошо получи исцеление я приливаю вам исцеление я мне хорошо с тобой мое на грудь и и и и и и и и мы и и и Идем в беды и неудачи. Идем в беды и неудачи. Идем в беды и неудачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok